приветствую вас уважаемые автовладельцы автолюбители сегодня у нас рубрика погоняем итоговый выпуск этого года для тех кто спрашивает где семён семёныч напоминаю это персонаж исключительно погоняшек жень врубай шарманку для начала узнаем кто получит приз и у нас три претендента никита на логане евгений на вести и юра на бмв посмотрим кому отдали предпочтение в нашей группе вк третье место евгений никита второе юра на бмв на первом однако приоритет за ютьюбом так как здесь больше зрителей и ведь поначалу лидировал никита слоганом но на момент подведения итогов youtube согласился с века ну юра тебя выбрал зрителя значит так тому и быть в качестве подарка 100 литров горючего от нашего партнера производственной компании тент плюс которая производит много интересных и оригинальных товаров начиная от ватрушек для катания с гор и заканчивая лодочными стёклами и тентами юрок поздравляю я тоже за тебя голосовал вот правда внутри у меня чё там свердит крутит совесть наверное да замолчи ты знаю что заезды с никитозом круче там борьбы больше но ведь у юрки то как и у меня бэшечка вот так и голосуем по понятиям слышь терюга а ты там по сусекам поскрепсти можешь ну у спонсоров там свои хотя бы небольшой призочек для ники тоса но ты им рекламку покрути а мы посмотрим ради благого то дело а нам тоже понравились заезды с никитой и приз ему сегодня будет идем в автомагазин конечно логан у него не ломается но масло или свечи всегда пригодятся но разумеется по закону подлости ровно вчера была замена масла кстати гляньте меняет никита сам эстакада имеется и посмотрите какую хитрую конструкцию для слива отработки использует и так от магазина дюк авто в подарок для никиты а вот пускай сам выбирает а я пока порочку слов про магазин замолвлю в наличии вижу расходники для вас и газ есть окрашенные кузовные детали для вазиков и иномарок кстати можно взять запчасти и в рассрочку при том под 0 процентов и на сумму до 200 тысяч рублей а для яндекс таксистов скидка имеется 10 процентов принимают заказ в том числе и на спецтехнику и коммерческий транспорт никита как раз заказал на логан свечи был удивлен привезли через пару часов оригинальные от энджи кей заказ реально выполняет очень быстро от двух часов выбор производителей огромной на любые авто при том как новые так и был у детали адрес великий новгород большая московская 61 это напротив телекомпания славия ищите вывеску дюк авто можно и позвонить 2 рекламы подряд держи дизлайк ну мало ли чего я там пару минут назад говорил я мужчина ветряный а вот магазинчик в этот и же еще ну давай гоночку там какую-нибудь закрути а то есть правду дизлайк поставлю я ведь еще не определился куда пальчик-то повернуть а может быть нам забанить семеновича ведь не всем он нравится давайте сегодня проголосуем женя нам голосвал очку прикрутит ну а теперь я отвечу на некоторые вопросы по рубрике погоняем и по ностальгируем но вы нас заслуженно покритиковали что мало гонялись летом да каемся сами не понимаем почему но так уж получилось теперь насчет просьбы показывать в погоняшках ту или иную машину поймите что да погоняем эта рубрика по заявкам но первичные заявки не от зрителей от гонщиков то есть чтобы показать ну например вот такую пару нужно чтобы у нас на почте были заявки от владельца пола и вазика для тех кто спрашивает куда подавать заявку адрес почты даем и при этом те кто присылают заявки на гонке обижаются мол несколько раз писал а вы игнорируете и не приглашаете дело не в том что мы игнорируем заявки а в том что вот не каждой машине возьмешь это и подберешь сразу пару конечно можно любую машину показывать с любой но тут не все так просто мы давно занимаемся драгрейсингом с 2003 года жень включай ностальгатор в общем наступать на грабли которые мы получали в процессе многолетнего опыта не хотим вот помню когда показывали такие дуэли любая машина с любой в нас кидали камни зачем делать заезды в которых результат заранее понятен согласны в погоняем должна быть интрига и конечно наши споры кто круче европейцы и японцы или наши давайте на этом немного заостримся в начале на соревнованиях по драк рейсингу бесспорно рулили наши самые доступные тюнингуемые ну чё там какая-то бмв против восьмерочки вазовской да еще и в боевой раскраске а впрочем речь идет не только про вазики новое поколение автолюбителей наверно сразу и не скажет что это за автомобиль здесь однозначно надо замолвить слово про бориса обухова и его москвич и так светогор он же реногор то есть 41 москвич с мотором рено f3r впервые с борисом мы познакомились в августе 2005 года тогда вот такие масштабные погоняшки великом новгороде были нормой новгородская дуга нордрейс гремели на северо-западе россии а какой энтузиазм был у организаторов да и у города было место для проведения таких масштабных мероприятий юрьевский аэродром почему спросите было а чуть позже чинуши бездарно его загубят это бывшая взлетная полоса когда-то здесь садились и взлетали самолеты а в летний сезон собирались тысячи человек из разных регионов страны на праздник автолюбителей именно по этой взлетки мы и гонялись здесь снимали наши таз драйвы ну а сейчас полоса под слоем грунта тупо бездарно закопали вот наши предки тоже делали такие валы как защиту от врагов а этот вал памятник тому как новоявленные хозяева жизни убивали советское наследие однако этот закоп случится позже ну а пока нулевые годы расцвет дрэк рейсинга и на пьедестале борис обухов он рвет на своем москвиче всех что дает повод ведущему гонок троллить и издеваться над немецким автопромом и так святогор против бмв пока святогор не приедет внимание кстати сам святогор это еще один памятник бездарно загубленному наследию но каково же было наше удивление когда в 2007 увидели бориса на запорожце вот как вам такая дуэль запор против тойоты селики ну и как вы думаете кто быстрее у 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 Здравствуйте, дорогие друзья! 2007 год. Теперь у нас запорожцы рвут Тойоту Селико. Ваши аплодисменты этому героическому городу! Борис опять рвал всех. Теперь на запорожце. И даже если проигрывал старт, то мощи под капотом хватало, чтобы догнать и быть первым на финише. Секрет успеха прост. Под капотом вновь мотор Рено. Легендарный Клео Вильямс, он же F7R. Двухлитровый атмосферник, который даже в стоке выдавал 150 лошадок. А уж после переделок Бориса все 300. Помню, как подошел разочарованный владелец Скайлайна и произнес «А может мне хватит вбивать деньги в Скайлайн и купить запорожец?» Борю просто обожали зрители. Его заезды – это выстрелы из пушки. Март 2008-го, как гром среди ясного неба. Создатель валов для ВАЗов, Ринагора и 300 сильных запорожцев попал в аварию и погиб. Борис настраивал автомобиль, его занесло и прямиком в дерево. Кстати, внутри салона силовой каркас и все целое, но Боря был не пристегнут. Дрэк-рэйсинг понес большую потерю. Но шоу «Маст Го Уон» должно продолжаться. Это был расцвет нулевых, вторая половина. Главное, что у населения появились деньги. И у нас на соревнованиях, которые мы проводили с партнером с сетью магазинов «Автомир» и разными автоклубами, рулить стали иномарки. Притом главным образом японцы. Тойота, Ниссана, Субару и, конечно, Митсу. Однако надвигался кризис. Фанаты, конечно, в это не верили. Казалось, все безоблачно. Но об этом поговорим как-нибудь в другой раз. На сегодня все. Кстати, зима у нас стоит с плюсовыми температурами. Поэтому, как знать, может быть, еще и в декабре погоняемся. Ставьте свои оценки и увидимся. Жень, вырубай шарманку. Субтитры подогнал «Симон»!